итак наш сайт в принципе почти готов нам нужно теперь включить кеширование сайта в начале курса мы установили плагин помните да но не активировали его нам нужно включить этот плагин чтобы наш сайт начал кешироваться и он стал работать быстрее на более подробную что такое кэш кеширование сайта можете просто вбить в яндексе и прочитать что такое кеширование сайта да но без этого кэша не работает я вам скажу ни один сайт это одна из самых важных такая составляющего сайта для того чтобы он работал быстро и давайте активируем наш плагин кэша идем сюда плагины кликаем сортируем по неактивные ищем его в списке и нажимаем кнопку вот активировать у меня его здесь нет потому что я его уже активировал переходим в активные и вот наш плагин называется хупер кэш да когда мы здесь активируем плагин идем настройки и вот здесь выбираем хупер кэш настройки самого плагина рассмотрим чуть позже а перед этим нужно сделать важную такую операцию у нас вот здесь вверху висит сообщение говорят вот файл vp config.php нужно разместить вот этот вот код вот внимательно смотрите как я его синим выделил вот так же его скопируйте у себя отсюда вместе с кавычкой . запятой вот как он есть целиком копируем его идем на наш хостинг авторизуемся прокручиваем вниз вот здесь находим файлы и первая кнопка файловый менеджер кликаем туда у меня открывается файловый менеджер у вас может открыться кнопка установить устанавливайте там файловый менеджер это займет одну минуту кликаем вот поэтому домику не пугайтесь здесь ничего сложного нет мы сейчас просто разместим маленькую строчку кода и на этом принципе все пробежимся немножко по настройкам и больше сюда возвращаться не будем наш кэш будет прекрасно работать вот находим файл наш vp config.php правой кнопкой по нему кликаем у вас конечно здесь может быть на английском языке при установке этого файла менеджера не забудьте выставить русский нажимаем редактировать вот такое сплывает окно заползунок тянем чуть ниже находим вот такую строчку mysql и следующая строчка вот в name of database of wordpress ставим здесь чтоб курсор мигал нажимаем enter как бы с новой строки да и вставляем наш код и еще раз enter чтобы между строчками были вот такие пробелы да вставили вот он и нажимаем кнопку здесь сейф сохранить идем в админку нашего сайта и здесь обновляем страничку браузера у нас одно сообщение исчезло значит мы разместили правильно наш код и осталось последнее сообщение вы должны сохранить настройки так как файл должны быть обновлены прежде чем сохранить мы немножко здесь настроим тут достаточно много настроек для тонкой настройки но мы настроим так как на моем сайте не будем здесь сильно углубляться хорст это часы вот обращаем внимание вот на этот поле оставляем здесь один час то есть кэш будет обновляться каждый час переходим на вкладку мобильный use в стандарт кэш вот здесь оставляем мобильная тема наш шаблон выбираем наш шаблон music play да и нажимаем кнопку сохранить у нас высветил сообщение настройки сохранены все хорошо чтобы проверить что мы сделали все правильно и кэш у нас работает если вы авторизованы на сайте нажмите вот здесь выход несколько раз обновите страницу два раза будет достаточно я не знаю каким вы пользуетесь браузером но я пользуюсь опера вот здесь где-нибудь в углу правой кнопкой в пустом месте кликайте мышкой и нажимаете просмотреть исходный текст появится вот такой вот текст прокручиваете страницу ползунком самый низ и вы должны найти вот такую строчку хупер кэш и да так тут кеширование до когда началось кеширование вот если строчка вот такая тут появилась она может быть немножко другом месте но должна быть где-то внизу ищите ее если она есть значит кэш включили и вы все сделали правильно если ее нет значит вы где-то допустили ошибку на этом урок закончен увидимся в следующем